Санину за котом убрать Ты даже с Санину за котом не убрал Маша, Маша Она, ну что, что, говори уже Маша, а помнишь, 20 лет назад мы с тобой первый раз познакомились Ну да, помню, Маша, а помнишь, 20 лет назад мы первый раз с тобой пошли на свидание Ну да, помню, Маша, а помнишь, 20 лет тому назад мы с тобой первый раз занялись этим у твоего отца в УАЗике. Ну да, помню. А помнишь, 20 лет назад он сказал, либо женись на моей дочери, либо на 20 лет посажу. Ну да, помню. Маша, я бы сейчас вышел. Два губника вышли на улицу прогуляться. Идут, значит, гулять. Смотрит пьяный мужик. Слушай, вон глянь, добыча. А там пьяный мужик идет, не какущий. Подходит к нему. Слышь, дяденька, у тебя сигаретки-то не найдется? Он, да-да-да, конечно, мужики. Залазит за пазуху, доставит монтировку. Бах, одному, тут падает замертво. Второму говорит, слушай, тебе тоже сигаретку? Не-не-не, мы одну на двоих. Встречаются две подруги, и одна другу говорит, «Мне кажется, мой кот в прошлой жизни был судебным приставом». Другая говорит, «А-а-а, знаю я эту шутку, имущество описывает». Другая говорит, «Да, понимаешь, он вчера у меня в коридоре арест наложил». Построили дом. Дом на следующий день развалился. Как всегда, виноватых нет. Ну, решили судить, значит, кирпич, песок и цемент. Ну, идет суд, значит, и кирпичок. Да, кирпич, ты во всем виноват, все из-за тебя. Кирпич, да-да, я вообще не виноват, как положили, так и лежал. Ну, значит, песок, ты, ты во всем виноват. Он, да, понимаете, сколько в бетонную мешалку насыпали, столько вот и положили. Ах, ты, цемент, во всем виноват. Он, не-не-не, стоп, а меня там вообще не было. Встретились два члена в бане, и один другому говорит, «Слушай, браток, ну как у тебя дела? Ой, достали меня, ну сил уже нету, то в горячий цех меня, то в шоколадный цех меня, ну сил нет, сил нет. Слушай, браток, ну а ты вставать-то не пробовал? Пробовал, чуть не съели». Летит пассажирский самолет. В кабинку к пилотам заходит мужик. Открывает дверь пилота. Слушайте, будьте добры, покиньте кабинку пилота. Слушайте, мужики, ну выслушайте меня. У меня сегодня днюха. Сделайте, пожалуйста, мертвую петли. Ну всю жизнь об этом мечтал. Они, ну понимаете, это пассажирский лайнер, но мы не можем. Десять баксов плачу, мужики, ну сделайте, мечта всей жизни моей. Ну те согласились. Объявляют, значит, пристегните ремни. Все в салоне пристегивают ремни, понимаете, сейчас заходим в зону высокой турбулентности. Ну и начинает. Раз, петлю, два, три. Все, мужик обрадовался, но, ребят, держите, вообще ништяк, ништяк все вышло. Тут из туалета выходит, мужик и на весь салон кричит, Михань, Михань, я первый раз себе за пазуху насрал. Приходит женщина к сексопатологу и говорит, доктор, мой муж 20 лет назад был как бык, такой прям, ух, свирепый весь в постели, прям, ух, а сейчас, а сейчас, ну вообще никакущий. Доктор, да без проблем, раздевайтесь, становитесь раком. Доктор, а мне-то зачем раком становиться? Ну, вы же хотите, чтобы муж был как бык, свирепый? Да-да, доктор, конечно. Ну, начнем с раком. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова